ЛЕКЦИЯ Лекция широко известного российского писателя, критика, литературоведа, кандидата филологических наук, исследователя творчества Горького и Ницша, преподавателя Павла Валерьевича Басинского. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мы тогда сразу же передадим слово Павлу Валерьевичу. У нас формат будет такой. Сейчас Павел Валерьевич прочитает на час лекцию, и 20 минут мы оставляем для вопросов из зала. Так что подготовьтесь, не стесняйтесь. Это уникальная возможность. Я думаю, всем будет интересно напрямую пообщаться с Павлом Валерьевичем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Слышно, да? Извините, я буду сидя как-то... Вот здесь писатель Леонид Юзефович, замечательный, современный, он всегда выступает стоя. Почему? Потому что он работал учителем в школе и привык стоя выступать, чтобы видеть, что там происходит на задних рядах, кто там хулиганит или нет, поскольку я не учитель, мне удобнее как-то сидя. Значит, тема нашей лекции будет звучать так, очень общо, с одной стороны. Лев Толстой – свободный человек. Так называется моя последняя книга о Толстом, которая вышла в прошлом году, в издательстве «Молодая гвардия». И, да, вот что я хочу сказать. Я очень благодарен Ильдару Абузярову, куратору арт-резиденции «Старо-Статарская Слобода» за приглашение в Казани. Потому что без него я просто не приехал бы сюда. Ну, или приехал бы просто своим ходом. Вот, это замечательный очень проект. Так вот, эта книга вышла в прошлом году, и мне как бы заказала эту книгу «Молодая гвардия» для серии «Жизель», «Жизнь замечательных людей», новую биографию Толстого. Я сказал, ну, есть уже биография Толстого, которую Шкловский написал. Она толстая, хорошая, Шкловский великий филолог был, безусловно, знаток Толстого. Но мне потом показалось интересно написать короткую биографию Толстого, вот небольшую книгу. И она сначала вышла не в жизельском формате, а в таком обычном формате, с картинкой на обложке, несколько модерном. К сожалению, у меня нет ее здесь с собой. Я ее назвал «Лев Толстой свободный человек». Вот для меня определение Толстого – это свободный человек. А почему он был свободный? Я сейчас попытаюсь объяснить и рассказать. И одновременно рассказать коротко биографию Толстого. Что невозможно, но мы попробуем. Значит, все вы знаете, что у Толстого было довольно оригинальное, сложное и не похожее на ни на одного философа мира – мировоззрение, которому Толстой вроде бы приходит в период своего духовного переворота. Это происходит в конце 70-х годов, сразу после написания Анны Карениной. И отчасти это отражено даже в последней части Анны Карениной, которая ведь заканчивается не на том, что Анна бросается под поезд. Это в кино она бросается под поезд, потому что в кино нужен экшен обязательно. А там еще есть целая часть, где Константин и Левин. Это, кстати, правильно говорит Левин. И так же, как Льва Николаевича, родные и близкие называли не Лев Николаевич, а Лев Николаевич. Это чисто тульская огласовка такая, йоканье. Так вот, Левин – это, безусловно, проекция самого Толстого в романе. И с Левиным в конце романа происходит что-то подобное. Происходит духовный переворот. Он приходит к какому-то мировоззрению, еще не совсем понятному. Но он как бы прозревает. Вот то же самое происходит с Толстым в конце 70-х, начале 80-х годов. И отсюда начинаются вот эти его идеи, которые широко известны во всем мире, но не всегда правильно понимаются. О непротивлении злой силой, о нравственном совершенствовании, о своеобразном понимании христианства как практической религии, а не обрядовой. И многие другие вещи, многие другие его взгляды. И вообще особый такой взгляд Толстого на мир, который часто поражает, и не только в его высказываниях, его философских произведениях, но и в его творчестве. Это не банальный взгляд на мир. Это не тот взгляд на мир, который принят в обществе, в какой-то социальной прослойке. Он как будто проламывает. Вот все стенки, которые нагромождаются вокруг, взгляд Толстого проламывает, и он смотрит непосредственно. Я приведу два примера, чтобы дать понять, что такое взгляд Толстого на мир. Можно их приводить множество. Один из художественного произведения, это широко известная сцена, когда Наташа Ростова едет на свой первый балл, а менее известна, когда она едет в балет. И вот она смотрит на балет, и мы видим балет глазами вроде бы Наташи, а на самом деле глазами самого Толстого. И как он видит балет? На сцену выходит полуобнаженная женщина, начинает высоко задирать ноги, а вокруг нее пляшет какой-то мужчина, там даются имя по-французски, который за это зарабатывает 60 тысяч рублей в год. Очень большие деньги по те времена. За то, что он просто пляшет вокруг полуобнаженной женщины. И шок, да? Как можно так смотреть на балет? Но это правда? В некотором смысле это правда, да? Это происходит сейчас. А потом уже мы говорим, что это балет, это искусство, это высокая культура, там и так далее, и так далее. Один из примеров. Более тонкий пример. Мне очень нравится это место в дневнике Толстого, я его часто привожу. К Толстому приходит, уже зрелый Толстой достаточно, к нему приходит совершенно неизвестный человек, даже имя и фамилию там называется. И Толстой пишет всего несколько слов о нем в дневнике. Он записывает, был такой-то, он пишет, алкоголик, запятая, присяжный поверенный. Я, прочитав эту фразу, но читаю вообще дневники Толстого, как-то и прописал, но почему-то к ней возвращался, и мог понять, что в ней не то, что-то в ней не то в этой фразе. Она какая-то другая. И вдруг я понял, что любой человек, любой даже писатель, даже Чехов, великий душевед и так далее, и так далее, написал бы по-другому. Написал бы присяжный поверенный, запятая алкоголем. То есть к нему пришел присяжный поверенный, который много пьет. Толстой видит все совершенно иначе. Он видит перед собой человека, который пьет, ну и уже вторично, что он работает присяжный поверенным, а мог бы работать, я не знаю, министром просвещения, я не знаю, или генерал-губернатором, или быть художником, или кем угодно. Толстой видит главное, что терзает этого человека, что определяет его личность. Это совершенно другой взгляд на мир. Как Толстой к этому пришел? Это что у него из головы возникло? Это вот какая-то от прочитанных книг. Ну, конечно, от прочитанных книг. Толстой очень много читал, и библиотека его в Ясной Поляне насчитывает несколько тысяч томов. Но не все знают, что это все коренилось в биографии Толстого. Еще в очень раннем периоде его биографии. Это определялось его воспитанием. Это определялось тем, где он вырос, кто его воспитывал, как он входил в этот мир. И все эти идеи, вот этот сраный взгляд на мир, такой независимый, свободный взгляд на мир, и идея непротивления злу, и неприятия всяческой агрессии, насилия, и отрицания войны, отрицания смертных казней. Все это не просто так у него возникло. Толстой родился, ну, вы знаете, что дворянской семье, но не просто дворянской, но очень аристократической семье. Другое дело, что под аристократией у нас часто понимают, знаете, большой дом в Петербурге, светские приемы, балы, богатство и так далее. Нет, не это является признаком аристократии, являлась признаком. Признаком, главным признаком аристократии являлась родовитость. Толстой родился в очень родовитой семье. Причем по обеим линиям. И по линии матери, и по линии отца. По линии матери, это Волконский, дед Толстого, Николай Сергеевич Волконский, очень точно изображенный в войне и мире, как старик Волконский. Толстой не знал своего деда, он умер раньше его рождения, но он много слышал о нем, и он пытался ему подражать, безусловно. Вот я подчеркиваю это слово «подражать», потому что мы к нему еще вернемся. Николай Сергеевич Волконский, у него была достаточно сложная судьба. Вот он был настоящим аристократом. Он вознес, так сказать, во времена Екатерины, потом потерпел некоторые лишения во времена Павла, который не очень благоволил тем, кто возносился в правление его матушки. А потом осел в своей Ясной Поляне и выстроил там такой парадиз, как тогда говорили. Он выстроил идеальное имение. Он вписал в ландшафт достаточно сложный Ясной Поляной, такой кривой, холмистый, вписал вот эту вот модель классик. Парки, усадьба, центральный дом, который он выстраивал, не успел даже достроить, и который потом его внук продал на вывоз, а деньги проиграл в карты во время крымской кампании. И в одней мере очень точно определяется характер его деда. Когда Балконский говорит о себе, что тому, кому надо, тот ко мне и за 300 верст доскачет, а мне никого и ничего не нужно. Это не значит, что он живет в такой полной изоляции и как бы его не интересует, что происходит вокруг. Нет, он государственный ум, он пишет некий проект государственного устройства, военной реформы, он всем, так сказать, интересуется, он очень много читает, очень рано встает, работает, занимается математикой и так далее, и так далее. Но вот эта независимость, мой дом, моя крепость, я веду себя так, как я хочу, это черта дворянства, которому Екатерина даровала вольность. Это дворянство, с одной стороны, служивое, он служил там архангельским генерал-губернатором, он участвовал в русско-турецкой войне, он брал очаков, но когда ты в своей усадьбе, на своей земле, ты абсолютно независим, ты устраиваешь мир так, как ты хочешь. Когда Лев Николаевич, тогда еще Левочка, молодой, совсем юный, находясь в Казани, получает наследство в Ясную Поляну, это произошло именно в Казани, у Толстого было три старших брата, Николай, Сергей и Дмитрий, и младшая сестра Маша. Пятеро детей у Марии Николаевны, у его матери было. И отец давно уже умер, они рано потеряли, еще раньше потеряли мать, они были сиротами, они воспитывались у тетушек, и здесь они приехали в Казань, не потому что они хотели именно в Казань приехать, извините, они приехали, потому что здесь жила их опекунша, Пелагия Ильинична Юшкова, младшая сестра их отца, и здесь они учились в Казанском университете, три брата закончили университет, а Толстой нет. Почему? Вот это интересный момент. Ну, одна версия, она справедлива, что Толстой разочаровался в науке. Он действительно, когда он попал в карцер, за прогулы лекций, за это в карцер сажали, ни много, ни мало студентов, то есть воспоминания студента, который сидел с ним в карцере, что он ходил, говорит, зачем все это наука, чему она нас научит, когда мы будем на земле своей сидеть, да, помещиками, что она нам даст, что там указы Екатерины будем там изучать, хотя он как раз указы Екатерины изучал. Но я думаю, что главным толчком, почему Толстой уезжает из Казани и бросает университет, было именно то, что он становится собственником Ясной Поляны. Происходит раздел наследства отца между братьями. И по негласному, но не писанному тогда закону, главное имение, родовое имение, а это Никольско-Вяземское, это не Ясная Поляна, имение отца достается старшему брату, а младшему достается как бы материнское имение, где они родились. Они все родились в Ясной Поляне. На диванчике, который до сих пор сохранился, есть в Ясной Поляне кожаный диванчик, на котором потом Софья Андреевна рожала практически всех детей от Льва Николаевича. Младший получает материнское вот это имение, жилое имение. И он несказанно счастлив. Он бросает университет и мчится в Ясную Поляну. Почему? Потому что в повести «Утро помещика» Толстой пишет, что все молодые люди на самом деле великие консерваторы. И Нехлюдов, главный герой, это безусловно сам Толстой, молодой, начиная хозяйничать в своем имении, мечтает все построить так, как было при его деде. Не при отце, а при деде. Он едет в Ясную Поляну, чтобы повторить жизнь своего деда Николая Сергеевича Волконского, которого он невероятно уважает, слышал от него много рассказов от Челяди Яснополянской, от Кристиан там и так далее, и так далее. И второй момент. То есть вот эта вот независимость Толстого, вот это то, что не надо оглядываться на чужое мнение и кому надо ко мне за 300 верст доскочить, а мне никого ничего не нажат, не надо, это уже есть в Толстом, это есть от деда, и это потом войдет в его жизнь, потому что он из Ясной Поляны сделает место, куда будут приезжать все. К Волконскому не приезжали, или приезжали мало, а к Толстому будет приезжать весь мир. Ясную Поляну в конце его жизни будет просто паломничество, к ним будут приезжать из России, из Китая, из Англии, из Америки, известные люди, неизвестные, просто будет такой поток людей туда. А он будет находиться там и писать то, что он хочет, и делать то, что он хочет. Второй момент. Перед отъездом в Ясную Поляну Толстой попадает не только в карцер, он попадает в клинику. Он попадает в клинику, которая до сих пор существует, вот мы только что там были, попадает туда с не очень хорошей болезнью, даже название не хочу произносить, которое, как он пишет, получается известно от чего. Молодой человек попадает в клинику с постыдной болезнью. И это, конечно, шок. Это шок еще и потому, что среди четырех братьев Левочка был самый, как сказали бы сегодня, бесперспективный. Вот это интересная вещь. Великий будущий писатель, философ, кумир всего мира был самым бесперспективным из четырех братьев. Домашний учитель в Ясной Поляне Поплонский говорил так, ну, Николай это вообще был царь и бог, потому что старший брат. Когда умер отец, они к Николаю обращались на вы, братья. Он отца фактически заменил, хотя не на многим старше был. Он вообще вне конкуренции, так сказать. Но вот Сергей Дмитрий, второй Сергей, третий Дмитрий, учитель говорил, что, об учебе, он говорил, что, а Сергей может и хочет, Дмитрий может, но не хочет, а Лев и не хочет, и не может. В письмах брату, старшие братья его называли «самый пустяшный малый». Это вот шутливое было прозвище Лёвочки. «Самый пустяшный малый». И сам Толстой в своих воспоминаниях, которые он писал в поздние уже годы и которые не закончил, он писал, что он подорожал всем братьям. Он вот в детстве, в отрочестве, он завидовал, но по-хорошему. У них вообще очень любовные были отношения. Но он подорожал всем. Он подорожал Сергею, он подорожал Дмитрию. А Николеньку просто они, так сказать, почти молились. Он был самый умный. И действительно Николай, все трое братьев закончили университет, Николай становится блестящим военным, Сергей, математик, ученик Лобачевского, идет тоже на службу в армии, гвардеец, дослужился до майора, потом осел в Пирогово в своем имении. И вот он живет, как старик Балконский, безусловно, никому ничего не нужно, он мой дом, моя крепость. И так проживет там до 904 года. Другие два брата скончаются от чахотки, к сожалению, Николай и Дмитрий. Дмитрий очень странный, но тоже он едет помещиком, у него свои идеи, как воспитывать крестьян, там и так далее, и так далее. А Левочка вот непонятно. Главное, они все закончили институт, у них есть высшее образование. А Левочка непонятно. Поступил на восточное отделение, потом перевелся на юридическое, потом бросился хозяйничать Ясную Поляну. Но вот, находясь в клинике, вот в этом состоянии, таком шоковом, он и, собственно говоря, и задумается, а кто он вообще, а что он, а зачем он, а где он вообще. И он пишет интересную вещь. Он начинает вести дневник. Начало введения дневника, а это начало творчества Толстого. Нужно понимать не детство, не первый его дебют, а именно начало введения дневника, который он пишет, начиная с Казани и вплоть до Остапова. В Остапове он записывает последние записи его дневника, в Остапове, на смертном адре практически. И Толстой считал дневник своим главным произведением в конце жизни. Он говорил, что самое главное произведение это дневник. И что он записывает? Он пишет, что главная доблесть человека это независимость суждения, независимость мнения. Все остальное придет само собой, пишет он. Если это есть, то все остальное придет само собой. Но именно этого-то у него и нет. Вот именно этого-то у него и нет. Это есть у Николая, это есть у Сергея, это есть отчасти у Дмитрия, который очень странный. Он был такой религиозный, потом пустился во все тяжкие, в результате женился на проститутке, умер от чахотки. Его фигура описана Ваня Карениной, когда Константин Левин приезжает к своему брату Николаю, который умирает от чахотки. Это как раз Дмитрий, который умирал в Орле, и Толстой к нему приезжал. А у него нет, он всем подорожает, он все время, значит, все братья лучше него. И тогда Толстой начинает себя как бы строить. Вот дневник Толстого, это и есть строительство своего личности. В жизни у него на самом деле очень долго ничего не получается. Ну хорошо, он хочет стать помещиком, он приехал. Если вы приедете в Ясную Поляну, это великое место, гениально лучшее место на земле, на мой взгляд. Но экскурсоводы вам будут рассказывать, показывать, какая замечательная усадьба, какое интересное хозяйство. Здесь были сады, оранжереи, парки, лес, прочее. Все так. Но, во-первых, это хозяйство заложил дед Толстого. А во-вторых, сады, которые Толстой насадил, они прекрасны, особенно в период своего цветения, но они не приносили большого дохода и в результате сдавались в аренду. Яблок Тульской области много, это очень такой рискованный бизнес, как сказали бы, сегодня был. Он пытается заниматься разведением там свиней, он закупает японских свиней, например, очень дорогих, но они все передохли у него, потому что он свинарем поставил кучера, а кучер обиделся и поросят этих не кормил. И они сдохли в результате все. Грустная история, да. Он пытается в оранжерее где-то разводить кофе, думая, что вот он будет его продавать вместо бразильского там или индийского там кофе, но в Тульской области не выращивают кофе, цикорий, да. На самом деле из Толстого не получается хороший помещик, никак. Он описывает эту историю замечательной совершенно своей ранней повести «Утро помещика». Перечитайте ее, вы поймете, что происходило с молодым Толстым в Ясной Поляне. Она очень трагикомична, эта повесть. Что он делает дальше? Ну, не получается, не получается на самом деле. Он едет в Москву, он ведет, как он пишет, жизнь беспутную. Играет в карты, да, начинаются всякие любовные истории, даже не любовные, такие, в общем, кутит, хотя много Толстой не пил никогда, но, тем не менее, цыганерствует, цыганками увлекается, что потом отражение в живом трупе найдет пьесе. Но это его тоже не устраивает. Знаете, почему не устраивает? Даже не потому, что это нехорошо. Он еще молодой человек, он еще не понимает, он еще не моралист Толстой, а потому, как он пишет, что пустившись жизнь беспутную, я понял, что я никогда не буду здесь первым. Вокруг него куда более удачные и более успешные и развратники, и картежники, и пьяницы. Долоховы, условно говоря, которого он изображает в «Войне и мире», а он Пьер, он Пьер, он такой. Что он делает тогда? Он едет с братом на Кавказ, он отправляется, Толстой становится военным, он становится военным, потому что он подражает брату, Николеньки, Николенька, отличный военный, его очень уважают в армии, он служит на Кавказе, и Толстой увязывается за ним, они встречаются в Никольском в имении сестры, которая жената на троюродном брате своем, валерьяне Толстом, тогда это принято было, они там встречаются под Новый год, и Лев просто убегает за ним, он уехал на Кавказ, даже не взяв с собой необходимых документов, их потом пришлось выписывать, и так далее, и вообще интересно, что Толстой с Кавказа вернулся, даже еще не зная, что он стал младшим офицерским чином, он в сущности на Кавказе прослужил рядовым, о том, что он стал прапорщиком, он узнал из русского инвалида, это официальная газета Министерства военных дел была, уже вернувшись с Кавказа, узнал об этом в Туле, на Кавказе, Кавказ оказал огромное влияние на Толстого, это описано в повести Казаки, миниально абсолютно, и в цикле Кавказском, который менее известен чем Севастопольский цикл, но тем не менее Толстого еще Кавказский цикл, где есть рубка леса, такой очерк на бег, он действительно участвует в карательных операциях против непокорных горцев, но как участвует, он волонтер, он приехал фактически волонтером, и ему просто интересно, ему просто интересно, он сопровождает, он участвует в этих, но не участвует в них фактически, если вы почитаете, скажем, очерк на бег, то видно, что он смотрит, как это все происходит, как сжигают эти аулы, как потом там начинаются, так сказать, грабежи, как на обратном пути на них нападают чеченцы, и начинается, и так далее, как будто все со стороны, он не внутри этого дела, и в общем-то, читая повесть казаки, мы тоже видим, что служба Толстого, Кавказ сам оказал на него влияние, свободой своей, воздухом, ландшафтом, людьми, с которыми он там соприкоснулся, в том числе и военными, и местными, но карьера у него там не получается, а надо сказать, что молодой Толстой, это очень важный момент, он потом об этом писал, что главным грехом его молодости было тщеславие, он невероятно тщеславен, ему хочется добиться чего-то, как добился, как считает он Николенька, как добился Сережа, в части даже Митя, который очень странный такой, нет, не получается, но на Кавказе он пишет детство, пишет детство и детство публикует Некрасов, современники, начинается некоторая литературная слава Толстого, еще не великая, но тем не менее его замечает, но он еще не осознает себя писателем, еще как бы он не осознает, что он писатель, и он пытается продолжить военную карьеру, он отправляется на Крымскую компанию, сначала в Румынии и потом в Севастополе, он действительно оказывается в самом сердце вот этой Крымской войны, осады Севастополя, падения Севастополя, но тоже интересный момент, я не то чтобы хочу умолить значение Толстого как там защитника Крыма и так далее, но просто объективно, читая его дневники, надо понимать, что в Севастопольской очерке, которые потом стали называться севастопольскими рассказами, все-таки это писалось для журнала, весьма либерального, конечно, современника Некрасовки, но писалось в военное время, это проходило всю цензуру, Толстой это прекрасно понимал, и Некрасов это прекрасно понимал, поэтому он не все, так сказать, говорит, но даже если внимательно, все-таки читать в Севастопольской очерке, видно, что отношение Толстого к смерти, отношение Толстого к страданиям, отношение Толстого вообще к войне как к бойне, когда он пишет вот эту вот ампутацию, который просто в режиме нон-стоп там проводит пирогов или его там другие хирурги, или как там солдаты, которые погибли, выбрасывают за брустер, потому что они просто мешают нам дальше воевать. Толстой в Крыму оказывается очень интересен в таком положении, его сразу отсылают в резерв, то есть он стоит на реке Бельбек, он не участвует в военных действиях, ему даже скучно, он специально приезжает в Севастополь, чтобы даже участвовать там в одной ночной вылазке, а так он стоит в резерве и только один раз он участвует в сражении на речке Черной, печальном сражении, потому что русские потерпели там сокрушительное как раз поражение, это одно было из самых серьезных поражений в Севастопольской компании и Толстого его роту, которую он возглавлял, это были такие горные орудия дальнобойные, вот собственно это орудие было их вокруг него и рота, призвали туда, но они ни разу не стреляли, ни разу не стреляли, даже как потом Толстой писал не выстрелили один раз, но просто чтобы выстрелить и Толстой даже потом, когда приезжал в Крым, вроде бы нашел это ядро, которое значит они там куда-то пульнули, вот и Толстой с одной стороны Севастополь тоже оказывает громадное на него влияние, вот почему здесь он соприкасается с народом, с русским народом в лице солдат, вот он это и на Кавказе происходит, но в Севастополе особенно, он находится на четвертом бастионе, который обстреливается, он видит как умирают русские люди, он видит вот это все, он испытывает себя на прочность именно там, но с точки зрения карьеры какого-то тоже ничего не получается, он возвращается, да, он получает наконец-то там сначала подпоручика, потом поручика, но кто он опять, но он печатает уже севастопольские рассказы, и вот севастопольские рассказы приносят ему конечно огромную славу, их читает и при дворе, их читает Александр II, есть даже легенда, что он посылал курьера на Севастополь, чтобы этого талантливого подпоручика отвели более безопасное место, чтобы он, не дай бог, не погиб, он чувствует, что это крупный писатель, будущий император Александр III, тогда цесаревич просто обливается слезами над севастопольскими рассказами, то есть у Толстого вот он может вообще придворным писателем стать, так сказать, близким ко двору, но Толстой, и вот здесь это влияние деда, Толстой называет царский двор почему-то трубой, я даже до сих пор не знаю, что он вкладывал в это понятие и не идет ни на какое сближение, то есть вот он возвращается, он живет в Петербурге, живет у Тургенева, он становится писателем, вот Толстой становится писателем, ему патронирует Тургенев, Тургенев это главная литературная величина того времени, писатель номер один, условно говоря, он живет у него на квартире, Тургенев прочитал и детство, конечно, севастопольские рассказы и Толстой посвятил ему рубку леса, свой очерк кавказский, но этот патронаж заканчивается печально, потому что Толстой всячески ерепенец, Толстой начинает спорить с Тургеневым, Толстой ведет себя не так, как считает, нужно себя вести Тургенев, а заканчивается это, но уже забегая немножко вперед, в 62-м году они чуть не подрались на дуэли, это отдельная история, подробную рассказывать не буду, но два величайших русских прозаика могли вообще убить один другого, если бы выстрелили, потому что Толстой был очень серьезно настроен, они поссорились в имении Фета, не буду рассказывать, почему, дуэль, слава богу, не состоялась, но Толстой был настроен решительно, писал, что будем стреляться наружиях и всерьез, а не так, чтобы приехать там, сделать вид, выпить шампанского и разъехаться, как он писал, как это обычно бывает при дуэлях, нет, до смерти будем там драться, слава богу, не состоялось, и Толстой, он входит в круг современника, это самый элитный писательский кружок того времени, нужно понимать, современник самый популярный журнал, просто в сравнении не идет ни один другой журнал, и в современнике печатают самые известные писатели, Тургенев, уже там, Толстой, Гончаров, Островский, из поэтов, там, Фед, Некрасов, естественно, есть фотография Толстой в круге писателей-современников, групповая такая, но он не вписывается в этот круг, в результате не вписывается, уезжает в Ясную Поляну, и с Тургеневым они поссорились в результате, надолго поссорились, с Некрасовым они разошлись, Толстой уходит из современника, начинает печататься у Каткова в русском вестнике, это фактически такая измена современника, русский вестник это консервативный журнал, и именно в русском вестнике печатается и Война и мир под названием 1805 год, и Анна Каренина, все печатается в русском вестнике, так же, как и отцы и дети Тургенева, но он не вписывается в писателя, понимаете, вот ему неуютно, что-то не то, он снова возвращается в Ясную Поляну, и дальше у него проект, это очень серьезный проект для Толстого, это «Жениться». Вот когда я изучал биографию Толстого, я понял, как это для него, как это серьезно для него было, и это тоже имеет источником его происхождения, его биография, потому что никто из братьев Толстых, а также их сестра, не были счастливы в семейной жизни. Так получилось. Который же Толстой знал, что отец и мать его женились не по любви, вышли, женились, вышли замуж, то есть это был брак не по любви, это был брак по расчету, который в результате перетек, в общем, вполне гармонический брак, пятеро детей все-таки родились, но это был брак по расчету, по расчету, потому что Николай Толстой, Николай Ильич Толстой был беден очень, его разорил еще, его отец, который, кстати говоря, пять лет был казанским генерал-губернатором, губернатором Казани с 15 по 20 год, и здесь похоронен дед Толстого, это прототип старика Ростова, войне и мире, буквально списанный с него, даже его не изменил Илья Андреевич, и он был беден, а Мария Николаевна Волконская, она была, ну, сравнительно богата, то есть все-таки менее, дом в Москве, но она была вот то, что тогда называлось старой девушкой, 30 лет, это было уже все, это уже совсем-совсем, это 19 век, вы поймите, и к тому же она была некрасива, и это был, в общем, такой решили родственники этот вопрос, но он вполне, между прочим, война и мир ведь тоже на этом заканчивается, если вы помните, в чем там, почему, кстати, американцы очень любят войну и мир, любят ее экранизировать, там абсолютный хэппи-энд, причем он такой, как бы в американском вполне духе, здесь разум совпадает с чувством, Мария Болконская богата, Николай Ростов беден, он красив, она нет, прекрасный брак, дальше, Пьер очень богат, Наташа Ростова бедна, Наташа обворожительна, Пьер уволен медведь, замечательный брак, полный такой хэппи-энд, но все братья толстые, Николай загоренел их холостяк, иран умирает, Дмитрий женился на проститутке, иран умер, у Сергея была другая история, он выкупил цыганку, Марию Шишкину, это известный такой цыганский род, певческий, потом у него была любовь, ну, платоническая, то есть такая с сестрой Софьей Андреевной, Татьяной Андреевной Берц, потом замуж этой Кузьминской, но он не смог бросить цыганку, в общем, у них были дети небрачные, потом они все-таки обвенчались, детей узаконили, но это очень странный был брак, потому что он аристократ, она цыганка, это то, что называется такой мезальянс, и вот Толстой, для него это проект такой, вот выйти, жениться, правильно жениться, он перебирает несколько невест, он очень перспективный жених, кстати говоря, и имение, и не одно имение, после смерти братьев, им остаются другие еще имения, Никольская, Вяземская, боевой офицер, любим при дворе, как писатель, знаменитый писатель, ну, все, я так сказать, это, и поэтому невесты много, но он очень тщательно, тщательно, тщательно выбирает и Екатерина Тютчева, дочь любимого им поэта, и Арсеньева, которая находилась под его опекой, соседка там по имению, и Дондукова Корсакова, племянница, вице-президента Академии наук Дондукова Корсакова, и еще там все не то, не то, не то, не то, и вдруг он приезжает в семью Берсов, ну, это отдельная история, они в некотором родстве там состояли, так сказать, в дальнем, не родстве даже, просто их отцы очень, так сказать, дружили, и там три сестры, старшая Елизавета, средняя Софья и младшая Таня, все трое влюбляются в него, все трое влюбляются в него, я вот описываю это в своей книге «Бегство из рая» достаточно подробно, он выбирает Соню, или Соня выбирает его, потому что это очень интересный момент, он должен был как бы жениться на старшей, по-хорошему, сначала старшая должна выйти замуж, потом средняя, потом младшая, он выбирает Соню, и начинается, вот это очень интересный момент, потому что на семейную жизнь Толстого, ее часто на нее смотрят, как на такой пример семейного конфликта, такого великого семейного конфликта, тем более, тем более, что, конечно, уход Толстого из Ясной Поляны связан, безусловно, с конфликтом с женой по поводу литературного наследства его, коротко потом коснусь этого, и вот, что это конфликт, это конфликт, и, кстати говоря, эта тема, Толстой и Софья, он изучается вообще в мире, он изучает, он рассматривается на разного рода феминистских конференциях, и проблема про Толстой, про Софью, это очень серьезная, я бы сказал, это же научная такая сейчас такая проблема в феминистических кругах, на это смотрят, как на классический конфликт, но забывают при этом, что они прожили 48 лет, в этом браке родилось 13 детей, половина умерла в младенчестве, но тогда это обычное дело было, не было антибиотиков, дети часто умирали, но 13 детей, и 48 лет, полвека они прожили вместе, назовите мне вообще другую писательскую семью, сегодня потомков прямых Толстого, потомков Толстого насчитывает более 350 человек, они живут по всему миру, они встречаются раз в два года в Ясной Поляне, они знают все друг друга, нет такого примера среди писателей, просто нет, просто не назовете, поэтому семейный проект Толстого, это был проект, это и любовь, конечно, была, потому что он долго-долго выбирал, а на Соне вот буквально, так сказать, прошел месяц, и он все, вот Соне, Соне, и он влюбленный, он, значит, носит это письмо с предложениями, решаясь, потому что он старше нее, вот, и дальше начинается семейный, вот такой семейный период жизни Толстого, первые 15 лет, которого безусловно счастливы, и это как раз тот период, когда Толстой пишет «Войну и мир» и Анну Каренину, которые сегодня, собственно, в мире и представляют Толстого, сегодня в мире Толстой, это «Война и мир» и Анна Каренина. Вот это пишется как раз период семейного счастья. Там тоже есть свои конфликты, свои сложности, ну, где их, так сказать, не бывает, но тем не менее, это достаточно, так сказать, гармоничная семья, и вроде бы все получилось, все получилось. Он знаменитый писатель, он, ну, может быть, не очень успешный, но помещик, есть свой «Мой дом, моя крепость», как у деда, есть прекрасная жена, умница, красивая, в общем, умеет всегда и разговор, ну, и вообще Софья Андреевна незаурядная, просто, скажем так, незаурядная женщина. Все вроде бы дети, все хорошо, и вдруг Толстой заканчивает Анну Каренину, выходит этот роман, и с ним происходит этот духовный переворот. Иногда его связывают с арзамазским ужасом, который произошел с Толстым в 69-м году, когда он заканчивал «Войну и мир», но, на мой взгляд, арзамазскому ужасу знаменитому придает слишком большое значение. И это сделал сам Толстой, это чисто писательский трюк был, я даже так скажу, именно трюк, потому что просто в 69-м году, заканчивая «Войну и мир», Толстой, он очень много работал, очень тяжело кончал этот роман, огромный, но держать в голове такое количество персонажей, событий, да, ну, это вообще трудно себе представить. И он решил просто развеяться, а Толстой в это время стяжатель, что его стяжатель, он скупает самарские земли, дешевые, понимая, что потом они станут дороже, потому что это чернозем, он прикупает хутора, он, так сказать, торгуется с издателями, он заламывает цену Каткова за публикацию и «Войны и мира», и «Войны и мира», и «Анна Каренина». Ну, и вроде вот все как бы получается, а и, да, и он поехал в Арзамас, он поехал в Нижегородскую губернию, узнав, прочитав газету, что там продается какое-то имение. Недорого, он решил, может быть, вот он его прикупит, и в Арзамасе, в гостинице, на него нападает необъяснимый страх. Сегодня медики это называют панической атакой, которая происходит, я не знаю, через одного человека, и снимается там таблетками. То, как он описывает это в письме жене, это классическая паническая атака. Вот необъяснимый страх почему-то. Сидел сиденье в Ясной Поляне, писал «Войны и мира», вдруг сорвался с места, уехал в гостиницу, ночь, и вот что-то. И он в письме это описывает, да, на следующий день он говорит, это повторилось, но я уже был готов к этому, поэтому как-то, значит, там выдержал. Но потом, в конце 70-х, он пишет записки сумасшедшего, с ним как раз начинается духовный переворот, он пишет записки сумасшедшего, и как писатель он связывает то, что произошло в Арзамасе, со страхом смерти. А для Толстого, если читать его исповедь, первым толчком к его вере в Бога, то же до этого Толстой считал себя атеистом. Веря в Бога был именно страх смерти, потому что если мы уйдем, тогда зачем все, как он пишет в исповеди, ну зачем мне столько десятин земли, если я все равно умру, ну стану великим писателем, буду я более великий, чем Шекспир или Гоголь, ну и что, я все равно умру. Для чего? Зачем? Если меня не будет, значит, жизнь бессмысленна абсолютно. Больше того, бессмысленность жизни приводит его к тому, что Толстой всерьез подумывает о самоубийстве, как и Левин, между прочим, в конце Анны Карениной. И это серьезно у него, он ходит на охоту с незаряженным ружьем, боясь, что он себя выстрелит, он прячет от себя веревки, боясь, что он повесится там в комнате под сводами на одном из этих колец, которые там висят, потому что это раньше был погреб. Почему? Потому что от чего тогда тянуть, как бы, чего отсрочивать этот бессмысленный конец, если Путин, он бессмысленный. Так вот, он связывает Арзаманский ужас со страхом смерти, то есть он как бы придает Арзаманскому ужасу, как писатель, некий другой смысл. С ним происходит переворот, и Толстой совершенно начинает смотреть все по-другому. Он отказывается фактически от своего писательского, ну, еще не величия, конечно, никто ведь не называл «Войной миром» гениальным произведением, когда оно вышло, кроме одного человека, Николая Николаевича Страхова, критика, ну, достаточно близкого, так сказать, знакомого Толстого и Достоевского одновременно, который осмелился написать статье, что «Войной мир» это гениальное произведение. После этого Страхова освистали и засмеяли, просто на него писали пародии, что ха-ха-ха назвал Толстого гениальным писателем. Поначалу «Война и мир» воспринималось как немножко какой-то странный и не совсем правильный там исторический роман и только с последствия, но уже при жизни Толстого стал пониматься все-таки, что это такое, уже Тургенев это стал понимать и Достоевский стал это понимать и, так сказать, критики. Но, тем не менее, очень известные все, но он отказывается от них, он говорит, мне не нужно было этого писать. Пик вот этого переворота приходится на 80-81 год. В 80-м году происходит открытие памятника Пушкину в Москве и происходит такой съезд интеллигенции, как сказали бы сегодня. Интеллигенция же разобщена, там западники, Славяна Филы, Достоевский, Тургенев, между ними борьба там идет и вот вокруг Пушкина они должны все объединиться. На открытии памятника Достоевский произносит свою знаменитейшую речь, но менее известную речь произносит Тургенев, о Пушкине, они все, туда все должны приехать. Толстой отказывается туда ехать. Толстой отказывается туда ехать, он говорит, что я буду на него стоять, кому нужен этот Пушкин, говорит он. Его не понимает народ, народу что, его никто не читает, и вообще он стоит в позе полового, Пушкин же вот так, у вас он гордый такое здесь сказание, а в Москве же он стоит руку за спину, полупоклоня таком, и вообще он стоит в позе полового с выражением лица чего изволите. Вот так говорит Толстой о Пушкине. А когда ему говорят, Лев Николаевич, как мы любим вашу войну и мир, он говорит, да это гадость вообще, как Лев Николаевич, ну, мало ли, что я в молодости, я много грешил, я и шампанское пил, и с цыганками водился, войну и мир вот написал тоже, что я теперь... У него абсолютно переворачивается все, он начинает отрицать искусство, он начинает отрицать литературу, он отказывается фактически от своей дворянской гордости, от своей родовитости этой дворянской, начинается вот это знаменитое толстовское опрощение, он начинает шить сапоги, не потому что это экзотик какая-то, а потому что ему стыдно, что другие люди умеют шить сапоги, которые он носит, а он не умеет этого делать. А оказывается, шить сапоги очень сложно. Он шил несколько сапог, одну пару подарил Фету, но Фет их не носил, он поставил как экспонат у себя. Ну, в общем, он начинает чудесить, конечно, с точки зрения, сам неприезд на открытие памятника Пушкина, это огромный вызов. Это огромный вызов, конечно. А Толстому начинают ходить слухи разные. К тому же в это время у них происходит примирение с Тургеневым. Незадолго до этого Тургенев приезжает в Ясную Поляну, они же соседи почти, с Пасковой Лутовиного не так далеко, приезжают в Ясную Поляну, они помирились, они ходили на охоту вместе, но Толстой высказывает ему свои новые воззрения, вот в том числе и на Пушкина, и на «Войну и мир», и на «Дворянскую честь», и на прочее-прочее. А самое главное, что жить без веры бессмысленно, что главное – это вера в Бога, а потом уже все остальное. С точки зрения просвещенного человека, Тургенев просвещенный человек, западник, это абсолютно ересь. Это то, как они считают, от чего сошел с ума Гоголь в конце жизни, и о чем Белинский им написал в своем письме знаменитом. Но с Гоголем это в конце жизни произошло, а с Толстым происходит Зенитислава, 50-летний, так сказать, Толстой, знаменитый, и вдруг вот какая вера в Бога, Господи, да ну, мало того, он начинает, с чего начинается вот как бы такой, еще переворот Толстого, он начинает посещать церковь. Он в течение года исправно ездит в Кочеке, церковь, которая находится примерно в 8 километрах от Ясной Поляны, чуть не каждый день, он отстаивает все службы, он выдерживает все посты, и семья начинает поститься, тоже вместе с ним, по примеру, Папа, как они его называли. Но потом это все обрушивается в неверие в церковь. Это все описано в исповеди, я не буду это повторять, почему это произошло, потому что он не смог принять таинство Евхаристии, не поверил в него и так далее. Но, тем не менее, начинается отход Толстого от церкви, поиск какой-то своей религии, даже не своей религии, а своего понимания христианства, скажем так. Он считает себя христианином, но вне церковным, другое понимание христианства. А с точки зрения Тургенева и вообще просвещенных писателей того времени, господи, о чем вообще вопрос, в чем дело. И Тургенев одним из источников слухов о том, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума, был именно Тургенев. Это очень любопытный момент. Одна из причин, почему Достоевский не встретился с Толстым. Во-первых, не буду рассказывать, почему не произошло, но вторая очень интересная. Они должны были возле памятника Пушкина встретиться. Но Достоевский – это Петербург, либо за границей, а Толстой – Ясная Поляна и Москва. Они еще территориально как бы не совпадали. Но они знали, конечно, они читали друг друга, страшно интересовались друг другом, общей знакомой страхов. И Достоевский, когда оказывается на открытии памятника Пушкина, говорит, съездь и к Леону Николаевичу, раз уж такая оказия. Он примет, он будет очень рад. И действительно, Толстой был бы рад. Но Достоевский пишет, Анна Игорь Григорьевна, я бы поехал, но, говорят, что Толстой в Ясной Поляне с ума сошел. Поэтому не поеду, пишет он. Он серьезно поверил в это Достоевский, что это просто что-то там с ним. Но, мало того, взгляды Толстого не принимает семья. Это куда более болезненно и страшно для него. Не принимает Софья Андреевна, не принимает старшие дети. А взгляды Толстого развиваются радикально. Он отказывается не только от своих произведений, он хочет отказаться от собственности. Он хочет оставить семью нищей. Он разрабатывает проект жизни в коммуне. Один дом, две комнаты, одна мужская, другая женская, один огород, на котором они работают. Все остальное раздается, так сказать, бедным и живут на своем клочке земли. Вся земля отдается крестьянам, естественно, Ясной Поляне. Не знаю, читала ли Софья Андреевна этот именно проект, который он в дневнике написал, но она понимала, к чему это ведет и начинается очень серьезный конфликт с женой. Это действительно был серьезный, страшный конфликт, потому что, но если говорить так прямо и грубо, в общем, она ему дала понять, что если он будет на этом наставить, он мог отказаться. Собственник-то он. Собственник-то он. А то она пойдет к царю, пойдет ему в ноги, и чтобы его признали, тоже действительно признали, сумасшедшим, и отдали собственность в общем ей. Потому что она не хочет лишать этого детей. Дети разновозрастные. Сергей уже сын в университете учится, а младший там, Алюша, у него грудной еще вообще. Вот. И как раз в этот момент у него 9 человек детей. Вот он собирается их нищими, так сказать, оставить. То есть и тут Толстой ищет что-то своего, что-то свое. Это не то, чтобы как бы упрямство такое, это вот его духовный путь. Он происходит так. Он происходит так. И чтобы мне лишнее времени. Дальше происходит. Толстой все-таки идет на компромисс в этом плане. Правильно делает. Он переписывает собственность. на жену и детей. И хотя это некоторыми понималось как некое лукавство такое. Знаете, это как сейчас там, скажем так, там крупный какой-нибудь чиновник перепишет собственность на жену и детей. Вот. Что вот он как бы переписал, но остался жить в Ясной Поляне. Там все равно барином-барином. Вот. Нет, это происходит не поэтому, потому что Толстой понимает, это в этом тонкость его все-таки взгляда, мировоззрение, философии, что нельзя ломать ближних через колено, нельзя приносить зло и несчастье ближним людям в расчете, да, на дальние какое-то, так сказать, благо. Вот. И поэтому он, да, он переписывает эту собственность и фактически остается без всего. То есть он живет, он вообще приживальщик, на самом деле, в Ясной Поляне. Так вот статус его. Но это, конечно, не так. Он главный человек, он писатель, но дальше он отказывается от доходов от литературных произведений. А это главные доходы семьи. Это главное. Ясная Поляна не приносила никаких доходов, была быточным имением. И начинается новый конфликт и с женой, и с семьей в целом. Но он доводит все-таки до своего конца, опять-таки, идея на компромисс. Он отказывается от прав на все, что он написал или еще напишет после 81-го года. Как бы обозначает точку духовного переворота. А все, что выходило до этого, это он считает полная глупость. Анна Каренина, там, Война и мир, там, Севастопольские рассказы, казаки, чушь какая-то, которую он писал по молодости, значит. Это ладно, остается у Софьи Андреевны, и она, значит, переиздает это и получает с этого какой-то доход. Собственно, и получала какой-то доход, и в этом и семья, так сказать, жила. И Толстой, да, вот он дальше на протяжении всей жизни, в нем вырабатывается вот эта вот философия, очень сложная, о которой я не буду просто подробно говорить, потому что это, ну, это необъятно, необъятная тема, но, скажем, почему Толстой приходит к идее ненасилия, вообще, вот эта тема ненасилия в отношении к человеку. Толстой считает, что любой насилие, он убежден в этом, и к концу жизни он приходит просто к абсолютному убеждению, что всякое насилие над человеком есть безусловное зло. Его даже воспоминания начинаются с того, что его пеленают, его маленького пеленают, он пытается выбраться из этих пеленок, кричит очень, а его не пускают, и он, как он думает, что он это понимал уже тогда, младенцам, понимает, что люди вот производят над ним какое-то насилие. Всякое насилие над человеком, душа рождена свободной, всякое насилие, а уж смертная казнь, то есть прерывание, искусственное прерывание человеческой жизни, это вообще совершенно невозможно, соответственно, абсолютно отрицание воин и так далее. Но тогда как вообще жить человечеству? И вот здесь более сложный момент. Да, так вот, источник, вообще говоря, вот этого отношения к Толстому насилию, он тоже из его детства. Дело в том, что в Ясной Поляне никогда не пороли детей. Вообще, в семье Толстых, это по линии обоих родов шло, их родов, обоих родов, никогда не пороли детей, физически не наказывали детей, хотя в то время дворянских семьях их наказывали, еще как наказывали, и царевичей секли, вообще розгами, шампалами даже секли. А там это было нельзя и физически не наказывали крепостных. Но как Толстой пишет, что его отец иногда прибегал к этой мере, все-таки крепостное право, но очень редко и дети, по крайней мере, этого не видели, а вообще этого не было принято. И у Толстого отношение к насилию и к наказанию человека, а уж тем более к казни человека, Толстой бежал из Парижа в свое время, когда увидел смертную казнь на гильотине. Он просто, он в ужасе бежал из этого города, когда он увидел, как человека подводят до преступника, до убийцу. И как, значит, вот эта умная, хорошая, хорошо разработанная машина отсекает ему голову и в течение секунды просто это, был человек и нет человека. У него это было уже. Вспомните казнь, ну, якобы, так сказать, поджогщиков в войне и мире, когда французы расстреливают несколько человек, там, вот как он описывает эту казнь, как это противно все, так сказать, его душе. Это все в нем было уже, просто потом это начинает оформляться вот как бы такое уже мировоззрение, философию и пишется им описывать, ну, то есть он формулирует это в своих там работах и в чем моя вера и потом Царство Божие внутри вас. Ну, о конфликте Толстого с церковью я говорить не буду, потому что это отдельно сложная тема. Я написал на эту тему целую книгу «Святой против льва» о конфликте Толстого и Иоанна Кронштадтского, самого популярного священника того времени. Но факт тот, что в чем, вот почему я назвал книгу «Лев Толстой свободный человек». Толстой на самом деле как будто бы прожил совсем не свободную жизнь, потому что в общем он обременил себя семьей и шел на это сознательно. И считать, что Толстой был, что там только Софья Андреевна всем занималась, нет, он занимался обучением детей, физической культурой детей, и вообще отнюю не такой плохой отец был, если читать воспоминания детей, они его очень любили. Кстати, любопытный момент, что младшие дети, вернее, старшие дети, старшие дети с отцом были на «ты», а с мамой были на «вы». Хотя мама была намного, намного моложе отца, но отец свой, с отцом физкультура, с отцом рыбалка, а вот мама, мама полунемка, она детей воспитывала, она, так сказать, строгость проявляла. А вот младшие дети, уже вторая как бы половина, у них было ровно наоборот. Они с отцом были на «вы», потому что это уже Толстой, всемирно известный, там и так далее, а с матерью на «ты», потому что, в общем, потому что на «ты». И вырабатывается вот эта вот философия, и дальше еще один очень важный момент, который хотел бы говорить, существует такое предубеждение, абсолютно неверное, что вот этот переворот Толстого и его увлечение вот это, так сказать, философской стороной, навредил ему творчеству, что вот «Золотой Толстой» это вот до переворота, это «Война и мир», Анна Каренина, а потом Толстой пишет какие-то морализаторские вещи, какие-то там, какие-то там, чем люди живы, это вот первое произведение после «Духовного переворота», какие-то там рассказы для детей, там, какие-то «Алеша Горшок», там, наконец-то романы «Воскресенье», морализаторские и так далее, и так далее. На самом деле, конечно, любой, в общем, серьезный исследователь творчества Толстого, понимаете, что Толстой писал все сильнее и сильнее с точки зрения стиля, выработанности стиля, мастерства стиля, отточности стиля. В «Войне и мире» много рыхлых мест, Ванне Карениной много, так сказать, достаточно много длиннот. Шкловский говорил, что он там на четверть сократил бы войну и мир. Наверное, можно, просто не нужно. Вот. А, скажем, последнее крупное произведение Толстого, «Повесть Хаджи Мурат», это совершенство абсолютно, это мастерство запредельное просто с точки зрения стиля. И даже «Воскресенье», которое считается морализаторским, там, и прочим романом, на самом деле, с точки зрения мастерства художественного, написано абсолютно потрясающе. Поздний Бунин уже в эмиграции, перечитывая «Воскресенье», просто ахал. Понимаете, Бунин, который вообще не принимал никого, считал, что только он великий стилист, но Толстой тут, да, Толстой бог. И вот, читая «Перечитывая «Воскресенье», он пишет просто, что невероятно, просто, как это написано. Другое дело, что Толстой просто не хочет писать длинных романов, ему достаточно коротких высказываний. Я вот сказал, Хаджи Мурат, но Хаджи Мурат это большая достаточная повесть, Толстой любил ее, он не выпускал ее из своих рук. Она была фактически закончена в 905 году, но он ведь ее не публиковал при жизни. Она вышла уже. Но там были, конечно, и другие причины, потому что там эпоха Николая была изображена, сам Николай был не очень приятно, так сказать, изображен. Но, в принципе, после 905 года, после объявления манифеста о свободе слоя, можно было печатать практически все, что угодно. Толстой ее не печатает, он ее держит, свою такую любезиную песню, он все от нее возвращается, дорабатывает. Это, так сказать, его такая мастерская, куда он уходит как писатель, как стилист. Но, например, в конце жизни, буквально незадолго до ухода, он пишет коротенький рассказ нечаянно. Это совершенно поразительный, двучастный такой рассказ, где в одном доме две семьи живут, и происходит два события. Девочка там, ну, как бы съела пирожное и солгала там сначала, а потом призналась, ей стало легко, и, в общем, из-за того нужно говорить правду. А в другой семье муж проигрался в карты, проиграл казенные деньги, пришел, что делать, посадят, а жена ему говорит, знаешь, давай так, вот ты шел, на тебя напали, тебя ограбили. Он говорит, ну, тот же, который, с которым он проиграл, он же знает ничего, говорит она, я улажу дело. И мы понимаем, что семья запутывается в клубок лжи, который приведет непонятно к чему. А девочка решает вопрос легко. Она сказала правду, и все. То есть, вот такой, как будто, очень простой рассказ, но он гениален абсолютно, рассказ нечаянный. Это вот последний, такой, короткий рассказ Толстого, когда он на Мещерском пишет в Подмосковье в гостях у Черкова. И, наконец, уход Толстого. Ну, я вот целую книгу об этом написал. До сих пор, конечно, это загадка. Основная причина это спор вокруг литературного наследства. Толстой категорически не хотел, чтобы на его литературном наследии кто-либо зарабатывал. Вот это было его убеждение, что ни писатель, ни его родственники, ни его потомки не имеют права зарабатывать на его литературном труде. И поэтому он хотел, чтобы это принадлежало всем. А принадлежать это всем юридически не могло, поэтому он запутался в этих отношениях между Софьей Андреевной и Чердковым, написал завещание в пользу Саши, фактически в пользу Чердкова. Это долгая такая история. В семье начался скандал, он ушел. Но, конечно, уход Толстого, он не только с этим связан. Я слабо представляю себе Толстого, умирающего среди подушек, в ясной поляне, в окружении родных, тем более, что эту смерть он уже прорепетировал, он уже так умирал. Это было в 1901-1902, вот на рубеже этих двух годов, в Крыму, когда Толстой очень тяжело заболел, и они поехали в Крым, думая, что он там, ну, вылечит там более благоприятный климат, он переболел подряд воспалением легких, брюшным тифом, и малярией. Уже старый, так сказать, достаточно человек, и фактически он умирал. Ясно, в Крыму, это происходило в Гаспре, на вилле графини Паниной, которая ему предоставила, так сказать, эту виллу. Она сохранилась, до сих пор очень странный дом, я в прошлом году только там побывал, запустение так он находится. и он фактически умирал. Софья Андреевна записывает дневники «Мой Лёвочка умирает». Приехали сыновья все, он прощался с ними, как отец, напутствовал каждого. То есть он, вот этот момент, он уже, и он выздоровел, и прожил еще, и прожил еще девять лет, слава Богу. И повторять это Толстой не мог. Вообще, это не Толстой, если бы он что-то повторял. Толстой, на самом деле, бесконечно развивающаяся система, я бы сказал. То, что я рассказывал, это только, так сказать, части какие-то этой системы, которая бесконечно развивалась и менялась. И поэтому его уход изъясный, он страшен, конечно, 82 года, старик, поздней осенью, боже мой, ночью бежит, бодится, что жена догонит и так далее. Но в этой смерти, безусловно, есть тоже высказывание какое-то, какое-то высказывание, что писательство не должно приносить богатство, что писательство вообще это не счастье и не благополучие, а что-то другое, что человек мыслящий, человек, который хочет что-то сказать миру и объяснить что-то миру, отнюдь не должен счастливо, вообще, так сказать, и благополучно умереть, не знаю, как может там благополучно умереть, но вот он должен так, да, вот должен по пути, на станцию, куда-то, что-то новое ища, Толстой не умирать уходил, он искал уединенного места, он хотел быть философом, жить как-то вот в уединении. и это могила его, которую Толстой, это уже последствия завершения лекции, могила Толстого в Ясной Поляне, кто был в Ясной Поляне, тот, конечно, и видел, это едва ли не главное место в Ясной Поляне, ну, второе, может быть, после, а может быть, первое, после самого дома, которое удивительно, потому что идея Толстого была в том, чтобы его похоронили как можно скромнее, очень скромно, без отпевания, без речей, без венков, вот закопайте мне там в лесу, где как будто бы Николенко когда-то закопал зеленую палочку, на которой написан рецепт человеческого счастья, это детская игра была, и Николенко говорил, что когда эту палочку найдут, люди прочитают и прекратятся войны, насилие там и так далее, и так далее, вот на этом месте, значит, но когда подходишь к могиле Толстого, к ней довольно долго идешь от дома, там почти километр, идешь довольно темной аллеей такой, и видишь эту могилу, этот хом, то он, конечно, ошарашивает, она очень вызывающая, эта могила, она наводит на какие-то мысли, что-то такое космическое есть, особенно когда сравниваешь его с тем, как похоронены другие Толстые, Софья Андреевна и дети, это вот как раз в пачеках на церковном кладбище, они все очень так рядышком лежат, под крестами, очень уютное кладбище, и как будто бы в том, что сделал Толстой, есть вызов какой-то, какая-то гордыня, вот правда, от этой могилы сначала верит гордыня, но с другой стороны, часто бываю там и там, я каждый год бываю, не один раз, даже в Ясной Поляне, часто езжу в качаки на это кладбище, с другой стороны, я понимаю, ну хорошо, если бы он был похоронен там, ну просто его бы затоптали же, это кладбище, вы же понимаете, сколько людей ходит Толстого, то есть и тут он поступил, не странно, очень разумно, очень разумно, и свободно, и так, как он хотел, а не так, как принято, ну вот такая вот лекция, может быть, несколько сумбурная, и с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ